Вареники ж лишились, треба доедатые, да? Всех витаю, дорогие мои друзья. Сегодня 7 семейств. Лепим вареники. Вова, и ты лепишь вареники сегодня? Да, и Вова лепит вареники. Сегодня вот Галя, кухарка номер один. Нет, номер один. Ой, номер два, да, да, да. Оксана сегодня номер один. Точно, точно, да, да. Для лепки вареников. Обязательно надо накачать в спортзале, да? Да, в спортзале дома, вовика, вверх-вниз, вверх-вниз. Так. Вот крылья, крылья, ноги, крылья, крылья, бицепс, вот. Да, а ну рассказывай, что за вареники ты сегодня готовишь, особенные. Показывайте, да. Сегодня будем делать солодкие вареники. Тут курага, коров и изюм. Это очень экономный вариант вареников. Когда мало творога, надо накидать много изюма и много кураги. И будет супер вареник. Понятно. Так, а это тесто. А я вот тесто. Ага. Переходи сюда. Так. Я вот сделала тесто. Так, кухар номер два. Кухар номер два. Вот. Значит, мука. Так. Зала кефир. Так. Чуть-чуть добавила минеральной воды. Кефир. Потому что надо, чтобы было сильно кислый. А у меня не сильно кислый кефир. Потом я туда добавила соды чуть-чуть. Ну, погасила чуть-чуть этим уксусом. Чуть-чуть буквально. Уксус налила, чтобы она только это сам. И туда же. Потому что она же кефирно-кислый была. Ну, конечно, он был не сильно кислый. А вареники сегодня хотят. Да. Вот я вот так вот сделала. Ну, и, извините, пропорции я не знаю. Я все время все на глаз, как говорится. Вот. Я взяла вот столько муки. Вот как сейчас вот тесто. Слушайте, они от вас скрывают секрет. Галя вот скрыла секрет теста. Хочу сказать. Потому что, Люба, посмотри за Володей. Посмотри. Пока я с ним нянчила, Галя бегом сделала уже тесто. А сейчас ты, значит, что-то не договорила, значит. А вон, смотрите, еще одна, которая секрет свой. То же самое. Посмотрите. Вот, видите, видите. Что-то не наделала. Хорошо, что я прибежала вовремя с камерой. Говорю, Тарас, держи, потому что я не успеваю их секреты все рассказать. Вот и вдвоем они тут все секреты прячут от нас. Я сделала, видите. Должно быть вот такое тесто мягкое. Немножко постояла. Сейчас я еще раз сделаю. Но, правда, нельзя его много. Потому что он будет такой, ну, как сказать, как сказать, что он будет, не будет мягкий такой, а будет упругий, да, такой. Вы и пейте, что-то. Если много раз его вот так перемешивать, это не дрожжевое тесто. Вот для него нельзя много месить. Точно так же нельзя, вот, допустим, для лапши это хорошо, а для вареников это не очень-то. Его нельзя долго месить или так далее. Для дрожжевого теста хорошо, для лапши оно хорошо, потому что оно такое пластичное становится, ну, и твердое, скажем. А так оно должно быть мягкое, оно должно быть пышное. Поэтому я его много нет. Ну, я для вас сниму, какое оно должно быть. Это мы уже не упустим точно. Нет, мы не упустим. Я следующий раз. У меня вон просят твои зрители показать еще раз рыбный пирог. Покажу. Сузбан. Сузбан у меня просят, покажу. И это тоже буду отдельно тебе показывать. Это вот когда гости, когда это я... Ты у меня только ловишь. Но я просто тоже обещаю, обещаю. Никак все не получится. Когда мы время найдем. Да, да, да. И Григорий Сковородавс, видимо, она ловит, а не пьет. Вот так. Да. Так, ты сливаешь это что у тебя? Это вот куда картошка. Картошка, пюре. Картошечка, а там мини-бульончик с картошечкой. Сейчас скажу, да что за полоса? Это у нас бульон варился куриный. Ну, чисто натуральный. Это наша курица. Домашняя. То мы решили не мыть кастрюлю, туда же картошки я начистила и все. Поэтому... А так можно, да? Это пенку-то собирали. Но мы решили, что надо тщательно мыть. Будет еще вкуснее на бульоне. Понятно. А что у нас будет два вида? Да, вы видите, суп я оттуда вылез, освободила эту кастрюлю. Бульон. Да, да, да. Еще у нас будет два вида, да? С картошкой и с творогом, да? А, одна будет... А, картошка с мясом. Ясно. И сладкий. Сладкий это с творогом. Ты же показала. С творогом. С творогом. Да, да, да. Мочинка суперная, чтобы уже смачно. Смачно. Тем более, что она как из... Жалко, что вкус не передается. Мы бы так взяли, но и передали нам вкус. Да, 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 да. Вот так. Дальше что делаем? Ну, поверьте, это действительно вкусно. А ты сказала, что ванильки туда и ты еще что добавила? А я добавляла... Сухую цедру. Сухую цедру и ванильки чуть-чуть еще. Ага, видишь, вот, Оксана, ты какой секрет от нас хотела скрыть. Галя не дала. Нет, я что вспомнила, Оксана тоже, если бы вспомнила, надо сказать. У нас вся подоговоренность. Ага, понятно. А зато ты не увидела, что она в тесто добавила, да? Для хорошего настроения. Так, что... А, там у нас фарш уже готовится. Фарш мы думаем, шапочку одевает сейчас и мы уже... Да. Да, да, то, что все равно... Да, распустилась она в кухне. Вот так. И сейчас мы начнем уже вареники делать. Лепить, лепить. И ручкой помыть. Да, да, да. Это самое основное. Дальше... Да, ручки берем. Так, дальше ты что делаешь? Перчатка? Не-не, ну, кто ж перчатка... Кто ж, да, кто ж перчатка готовит. Не, ну, сейчас все делают, я не знаю, может, они так привыкли. Дальше что? Дальше сейчас все лепим, лепим, а потом на пару будем или на воде? Ставим воду или же на пару? А говорят, что на кухне свекровь и невестка не вмещаются, да? А тут, смотрите, еще и место есть между свекровью и невесткой, да. Это родосия моя. Какая она невестка? Ага. Потому что невестка, знаете, что невест кто. Да, невест кто. А это понятно, кто и откуда. И что, да. У вас такие шапочки? Ой-ой-ой. Хозяйки. Как ты вчера говорила, как Закарпатцы-то как называют? Газдует. Газдует, газдует, газдыня, да, да, да. Становится, вымогает форму, соответствующий настрой. Потому что с плохим настройом нет, что делать. Так что тут? А ты с фаршем уже соедини? Фарш перемешиваем. Фарш пережаренный, кстати, скажи. Да, пережаренный фарш. Нет, сырой фарш. Цибулька пережарена. Они завжди работают так, чтобы начинка уже была готова. Правильно? С сыром очень редко. Это же не пельмени. Вареники, как правило. Вареная картофеля и жареный фарш. Перемешать. Гарненько вот так вот. Цибульку добавляла? Да. Пережаренный фарш с цибули. Ух. Ясно. Там язык заклинили. И так же. Да. Кстати, Оксана обещала еще луковый пирог. Ну и как? Треба пробовать обе скалы, но не напробоваться. Ой, не мое партию. Что вы за фартук такой одели? Рекламируете? Да. Так не знаю. Ага. Бесплатно. Ну ничего. Может совесть будет, то заплатят. Да. Переходим в другую студию. Вот я вот думаю. Мы сделали начинку. Гарячая картошка и фарш. И воно у нас горячее. Но я ее высыплю сейчас на тарелку, чтобы она выхола. Мне кажется, начинка должна быть холодной. Вот мне для профессионализма 100% не хватает ответов на это вопрос. Напишите мне, пожалуйста. А я прочитаю. А обычно ты как делаешь? С холодным или грязь? Ну, конечно. Я же делаю это все поступово. Я пока приготовлю начинку. Я сразу приготовлю начинку, а потом тесто. И пока я приготовлю тесто, оно у меня все выхолоняет. А так как мы тут две господини супер-пупер быстрые, все зробили наточасно. Мастер-шеф? Да. Я думаю, что начинка должна быть холодной. Для того, чтобы тесто не нагрелось, не размыкало. Мне кажется. Ну, так, а что? У Оксаны возник вопрос. Холодным фарш делается или горячий? Галя, ты как делаешь? Варенок начинку. Я теплый делаю. А, не туда, не сюда, Галя ответила. Понятно. Но зрители у нас очень супер-пупер профессионалы. Они точно вам скажут, какой должна быть начинка. Холодная или горячая? Да, должна быть, конечно, холодной. Я так думаю. Но. Оксана права, значит. Так как мы супер-хозяйки и супер-хозяйки делаем в последний момент, у нас будет похуй. Бульончик с картопой. Супер. Когда я варю картошку, взлывай с обетрушкой. Миша, пробуй начинку. Просто так не проходи. О, жарко. Проходите мимо, да? Да. Будет проходить мимо, проходьте. Это в нашем случае. Это точно. Мы люди не гордые. Можем и попробовать. Можем и попробовать. Юлечка садика пришла, да? Я снеженка маленькая. Народился в снежку. Вышивала зимынынку. И ручки. На кожушку. На кожушку. На кожушку. Ой, молодец. Мама, я кисточку. Ты шутна бывает. Пестыть и глупы нас. Розу научая. Ух ты, какой ты виршик знаешь. Молодец. Это где тебя садьки научили? Нет, мама. Мама. Мы порезали лук. И добавляем вот тут вкуснейшие из банки такие. Шкварочки. Шкварочки. Вкуснейшие. Красивейшие. Мощнейшие. Это китей, скажи, Слава. Ага, Таня. Зарезала, да, да. Свинью. Мы у нее купили. И вот сало осталось. Сало не имело место. А там еще есть сало. Ну, замороженное. Ага. А там сейчас пошли же замораживать надо ягоды. Ага. Это мало места. А то я свапу, Мишину, маму попросила. Говорю, сделайте что. А она вот такие шушварки сделала. Видите, какие вкусные. Так вот с мясом. Да вообще шушварки со всеми. Она все это так сделала. А что, свапа, благодарю тебя, что ты вот так все сделала. Таня тоже благодарим, что свиньбу растила. Да. С Марью Семеновной, с Васильем Петровичем. Да, и там послала сало. Да. А вот кто меня дергает здесь? Кто у меня сзади дергать не дает снимать? А? А я думаю, кто меня дергает? Это оказывается Володя. Ух ты, ух ты, ух ты. Артист рассказывать не может. Так он... Ой, о-о-о-о. Ой, барабанщик, барабанщик. Барабанщик. Знаете, как он еще долго? Барабанщик. Ну а ты была, селучу подстать. Барабанщик, барабанщик. Что вы делаете? Качаемся. Так, ну все. это с работы тоже пришла и быстренько за работу сразу же с работы на работу да сейчас ждем когда до теста я сделала колбаску делаю не знаю как другие буду делать колбаски попробую какой будем делать маленькие большие и вашим не нашим а то что я могу так наделать как фасоль это называется вареница вареница это если средненькая да покажем вареница это вот лепешечка блинчик без начинки я лучше отрежу да да салат я вот так заворачиваю так но у меня не выходит да я так заворачиваю у каждой хозяйки по своему уже и я заворачиваю как это самое а у Светланки да как настроение а кто лепит кто кушает озвучивает у нас Владимир Великий идет давай Володя озвучивай ой 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 ого помощника прибавляется прибавляется и Юля даже пришла ручки помыла пришла помогать самая главная помощница у нас Юлечка Юлечка покажи руки что ты их помыла покажи о чистейшие и теперь мастер-шеф Юлечка будет лепить покажет как лепить вареники давай вперед да они не знают как лепить а ты знаешь да она сейчас покажет как лепить вот видите так говори Юля говори как ты лепишь вот так молодец да все правильно смотрите как она лепит и тоже пожалуйста также лепите вот а у нас целая фабрика которая лепит вареники занимается производством кто-то ложит фарш кто-то да а всем процессом опять таки руководить Владимир Великий они все портят да ты руководишь что кто там из них халтурит скажи так ну Юлечка молодец ой как быстро налепила Юлечка вареник ой какой вареник ой какие классные ого Юля так ты же оказывается быстрее всех лепишь вареник да вот ну смотрим точно красивый такой пухкенький получился дальше лепим да Юлечка давай садика пришла у нее тоже вторая смена она уже в садике отработала а теперь конечно будет особенно когда Юля лепила осветанка сегодня у нас мы сегодня на работе у нас с Павлом есть такой хороший молочник веселый молочник он сам у них корова своя есть да будет выездка юля девиэтка несколько и мы сегодня его встретили в Каньве хорошо сразу купили молоко отборок поймали заблокировали его он выезжает а мы я говорю ой Паша едет час молоко в это раз взял заблокировал его машины да да чтоб я успела его поймать поймать. Он говорит, я понял, кто меня заблокировал. Я говорю, знаете, давайте нам скорее молоко, творог, сметану. Сегодня у него скупились и приехали. Я дома, внукуси, так очень любила лепить пельмени. Всей семьёй, когда было очень весело, кто-то что-то рассказывал. И так и ждала, когда мы будем общее что-то или пельмени. Ну, вареньки мы не делали, а пельмени лепили. О, Владимир чем-то недоволен. Владимир недоволен. Говорит, что неправильно делаете. А у меня, я тоже бы помогла, но у меня села батарейка. Пока к Азизу в больницу из больницы, я села батарейка в стабилизаторе, короче говоря. Снять же шнала тоже. Ничего, я тут усмяю. Юлечка, давай ещё раз покажи, как ты лепишь, и буду... Я тоже помогаю. Давай. О, высший класс. Высший класс. Молодец. Шеф-повар. Давай показывай, как ты залепляешь. Быстро. Боже мой, вы такую скорость видели? Нет, конечно. Вот. Скорость, видите, какая. Молодец. О, уже всё. Владимир Великий сказал всё. О, Вова просто этот... Требует уже Тараса, не у себя. Смотрите, Владимир сказал всё. Ты бачишь, как бабуся леет? Угу. Опа. Опа. А ну-ка. Давай-ка. Ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас, 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 Юлечки. Сейчас, я сейчас постараюсь, быстро. Это же, это как зефирки. Машмяк, да? Как зефирки. А у бабуси, видишь, как они летают просто. Вылетают. Вылетают зефирки. Да. Всё, теперь выходит на арену бабуся, Люба. И за секунду будут готовы вареники. Да, сейчас уже. Ну, бабуся Галя, но бабуся Галя не успевает. Если Люба, то уже всё, я тогда вообще не успею. Ну, бросайте работу. Юля закатила скандал без фартушка. Как это? Конечно. А покажи свой фартушок. Ой, красиво. Конечно. Все в фартушках, а ты без, да? Понятно. Давай. А ты должен взять. Мама, ты что? А мама особенная. И положу туда вот эти бумажки. Салфетки тебе зачем туда? Руками дирать. Руками дирать. Руками дирать. А они тебе мешать только будут, Юля? Нет, не будут. Понятно. Все, дальше уже продолжаем. Да. Хотя сейчас, как только выключу камеру, начнется самое интересное, потому что Юля начнет комментировать. Как всегда. Да. Давайте маме. Что делаем? Угу. Я. Ну что, Юля, чья? Ты присажаешь очень. Поднеси мисточку. Ай, помощница. Ай, помощница. По просторам и, конечно, припевать. Лучше хором, лучше хором, лучше хором. Спойка с нами, перепелка, перепелочка. Раз, иголка, два, иголка, будет елочка. Раз, словечка, два, словечка, будет елесенка. Раз, певалочка, значит, о, боже, мир. Хор. Мы уже, главное, запишемку и слава салатом. Кто уже остался? Все уже, самые стойкие остались уже у нас. Знаете, по-что я думаю, я ж там воду посолила, я лаврову в листках кинула. Аааа. Пойдут эти бараники, чтобы оставить воду. Еще воду. Пойдем, бать сны, как кажутся. Начали лепить уже из... Начали лепить уже сладкие вареники. Начинки много, Оксана не жалеет. Да. Только надо, чтобы не это, не смешалась картошка с творогом. Или доску еще принести. Начинки все должен. Бо у нас тесто в дефиците. Да, я тебе рассчитала чуть-чуть. Ужас, сколько варенья. Будут пожористые вареники. Так зачем вообще тесто? Давайте без. Съедим, съедим, да, и все. Я кишца дурные вареники, мы ж не без вареники ведем. О, так то ж мы. Так то ж мы. А, музык собака бреш. Светланка, вон, какие красивые вареники налепила. Такие должны быть. Вот такая лепочка. Ну, обычно Таня тоже просто так делает. Вот так, как Оксана. Вот такие вот тоже делают. Моя мама робит вареник вот так. Так, чтобы он стоял. А я роблю вот так, когда готовлю пирожок, роблю так, а потом переверну. Оп, оп, и ховную пирожочек. Уже правый пирожок? Понятно. Нет. Все? Ага, понятно. Ну, она готовит их на пару. На пару они вот так вот на их и ставят. Это она на кастрюлю марлю одевает, да? Да. Потом на марлю готовит. А потом на марлю выкладывает вареник. А можно на мантоварке. Надо, значит, свахе Лене подарить мантоварку. Точно. Так она имя не отдаст. О, помидоры Светланка собрала. Это ты с огорода собрала? Да, собрала, пока мы не берем. А, Бася собрала. Салат. Салат будет. Классные помидорчики такие. Ту-ду-ду-ду. Бараны. Идем забрасывать. Забрасывать бараны, кому-то, люди любят. В водичку. Видите, конвейер у нас, конвейер. Подсоленую воду. Да, подсоленую манушечку. Запах, кстати. Кто-то любит, кто-то не любит лавровый лист. Нет, ну, мы любим, да? Вы же любите. Если Оксана любит, значит, вы же любите. После твоего взгляда мы испугались и сказали, что любим. 100 тысяч взлякалась, и все подписались. Да, подписывайтесь на мой канал. Давайте, давайте, нам залишилось не так уже и богато. Да. Но нам треба нового привода забратися за... Это точно. Камал тоже недавно об этом говорил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не, ну, я бы убирали подписчики, я вам скажу. Все, закрыла. Боюсь только, чтобы мне... Надо тут стоять. Так, ну, все, потом покажем уже целый. А сейчас готовы? Да, сейчас будут готовы. Уже готовы. Я уже забыла вас угостить. Ма! А, ты забыла у нас угостить? Ну, спасибо большое. Спасибо большое. О, яблочки какие вкусные. Угощайся. Ой, да. Ой, дай мне подсом у тебя. Это что-то у вас. Такая щедрая девчонка. И тебе, баба, люблю поугощать. Спасибо большое. Спасибо. Ого, самое большое мне дала. Спасибо. Ну, отлично нужно было. Спасибо. Спасибо. Все, все работы по делу. Да, ты помогла нам. Спасибо. Дело сделано, можно гулять. Ого, вот уже готовы вареньки с мясом и с картошечкой. А здесь тоже по два блюда. И сейчас уже с творогом готовятся сладкие вареньки. ого, вот это меня капреса. Смой вареньки с картошечкой. Капреса. Как яumbно блюдачка, лак вареньки. Инверситет к несчастью. Приправлены шкварками. Там из свежих помидоров и лука. Свежего. И салат капреза. Вот это мне капреза очень нравится. А это капреса очень нравится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юля, вкусный?